Здравствуйте! В эфире программа ДПС в студии Николай Сальников. Смотрите сегодня в выпуске. ДПС в студии Николай Сальников. Начинаем эфир с традиционного обзора ДТП за прошедшие сутки. Четверо погибших из-за элементарной невнимательности. На федеральной трассе в районе села Кожурла водитель Тойоты при выезде с заправки не удостоверился, что его маневр не помешает остальным участникам дорожного движения. Как результат столкновения с грузовой Вольвой. В японском седане четверо погибших. Водитель, две женщины и пятилетний мальчик. Вечерняя поездка обернулась для двух женщин больницей. Автоледи на Тойоте ехала по проселочной дороге с небольшой скоростью. Неожиданно машину занесло в сторону и выбросило в кювет. От удара водитель и пассажирка иномарки получили переломы и многочисленные ушибы. Девятилетний мальчик стал жертвой собственной самонадеянности. Юный пешеход решил перейти дорогу не по зебре. Уверил встречный фургон, но подумал, что успеет перебежать проезжую часть. В результате оказался под колесами автомобиля. Ребенок получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Нарушила сразу два правила и стала виновницей ДТП. Водитель Тойоты с 20-летним стажем решила повернуть налево, но видимо так задумалась, что не заметила ехавшую навстречу Ладу. При этом знак, запрещающий выезд на этот отрезок пути, женщина тоже проигнорировала. К счастью, участники аварии не пострадали. Сейчас медики устанавливают, в каком состоянии была автоледием. Спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Пока владелец Тойоты ждал зеленый сигнал светофора, молодой человек на Ладе забыл затормозить и врезался в иномарку. Вину горе водитель не признал. Ждать сотрудников ГИБДД тоже отказался и уехал с места ДТП. По словам пострадавшего, водитель шестерки был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. В управлении ГИБДД по Новосибирской области обсудили развитие систем фото-видеофиксации и динамическое взвешивание крупногабаритных и тяжеловесных грузовиков. Какие изменения грядут в отрасли? В Новосибирской области действует 126 стационарных комплексов фото-видеофиксации. В этом году установят 9. 7 на перекрестках и 2 на аварийно-опасных пешеходных переходах. Благодаря таким системам на улицах Красной проспекты Жуковского количество нарушений сократилось в 5 раз. За 6 месяцев 2017 года сотрудниками центра фото-видеофиксации вынесено более 530 тысяч постановлений по делу административных про нарушений, вынесенных на основании информации, зафиксированной приборами фото-видеофиксации, на сумму более 320 миллионов рублей. Сегодня в области существует 5 систем динамического взвешивания крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Теперь измерять габаритные весовые параметры транспорта можно будет в движении. Все показатели автоматически поступают в центр фото-видеофиксации, а уже там выписывают постановление о правонарушении. Если транспортное средство перегружено в 2 раза, оно в 16 раз наносит больше ущерба, чем если бы оно было с тормотивными нагрузками. Соответственно, ущерб дорогам исчисляется астрономическими суммами. Только по, так сказать, самым мягким экспертным оценкам на территории Новосибирской области ущерб от движения тяжеловесных грузов составляет более миллиарда рублей ежегодно. Весы работают 24 часа в сутки и контролируют 80% перевозок. С помощью этих мер административных нарушений на дорогах будет меньше. Николай Сальников, Алиса Кейкуль, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Для уличных гонщиков собираются ввести уголовную ответственность. В Госдуме организовали специальную рабочую группу, которая будет бороться с организаторами и участниками незаконных стритрейсерских заездов. Парламентарии обсуждают идею распространить на нелегальных гонщиков статью 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Это позволит конфисковывать автомобили и лишать стритрейсеров свободы. Данную статью предлагается дополнить понятиями агрессивное поведение и грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством. Итоги своей деятельности рабочая группа представит общественности в сентябре. Меж тем, ряд экспертов считает, что со стритрейсингом нужно не бороться, а возглавить и урегулировать это явление. Законотворцы признают, что для любителей быстрой езды необходимо оборудовать специальные площадки, чтобы те могли удовлетворять свою страсть законным способом. Несколько дней назад на пересечении улиц Писарева и Красного проспекта установили новые светофоры. Однако звук от устройств, регулирующих движение, показался невыносимым для местных жителей. Один из которых даже грозился испортить средства безопасности. Современный светодиодный светофор с акустическим сопровождением для слабослышащих проработал три дня. Но звук от устройства не давал покоя местным, особенно в ночное время. Люди обратились в специализированное монтажно-эксплуатационное управление. В организации пошли навстречу и громкость динамиков уменьшили. Теперь сну новосибирцев ничто не воспрепятствует. Остается надеяться, что это будет не в ущерб слабослышащим гражданам. На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем ДТП, присылайте информацию на электронную почту, адрес которой указан на экране. Для вас работал Николай Сальников. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи в программе ДПС. Продолжение следует...